Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Подать тепло в дома жителей в кратчайшие сроки. В городе ускоряют темпы отопительного сезона. В Самарской области готовят новые койки для больных ковидом. В регионе на треть выросло число пациентов, которые нуждаются в госпитализации. Спуск с борта вертолета и эвакуация групп спецназначения. Зачем в регион съехались мастера по беспарашютному десантированию Росгвардии. Архитектурная жемчужина в центре Самары, когда в городе отреставрируют здания синагоги. Неограниченные возможности в Самаре наградили лауреатов Всероссийского театрального парафестиваля. Повышенная ответственность, масштабная подготовка, грамотная организация работы, непрерывный жесткий контроль. Ежесуточно отопление подают в полторы тысячи домов Самары. Поручение губернатора Дмитрия Азарова на часть отопительный сезон в беспрецедентный ранний срок потребовало усиления работы всех профильных служб города. В ближайшие дни к теплу планируют подключать по две тысячи многоквартирных домов в сутки. Ход отопительного сезона на контроле главы города Елены Лапушкиной. В приоритете остается подача теплоносителя в объекты социальной сферы. Учреждения опеки и попечительства обеспечены теплом в полном объеме. Школы на 99%, детсады на 98,5%, спортивные и культурные учреждения на 91%. Обогрели свыше 95% медучреждений, в том числе практически все стационары с круглосуточным пребыванием пациентов. Все обращения граждан по подаче тепла отрабатываются онлайн. В ближайшее время заработает и горячая линия. Все ресурсы, снабжающие компании, должны нарастить темпы, а управляющие компании должны приложить все усилия для контроля процессов, рассказал первый замглавы Самары Владимир Василенко. На сегодняшний день идет точная отработка и к выходным у нас, на мой взгляд, пока вот по ориентировке у нас не должно остаться по незапущенных школ и детских садов. За сутки в Самарском регионе зафиксировали 542 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала пандемии в регионе 101 171 человек. Такие данные в четверг 23 сентября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 305 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписались 83 631 пациент. В Самарской области уже на этой неделе откроется дополнительно 485 коек для больных коронавируса. 300 в больнице Середавина и 185 в Тольяттинской больнице номер 5. Для этого откажутся от оказания плановой специализированной помощи. Лишь региональный сосудистый центр продолжит принимать пациентов с инфарктами. За последнее время в регионе в 2-3 раза выросла заболеваемость ковидом среди детей и подростков. И на 30% возросло количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. На сегодняшний день в регионе развернуто 4800 коек для больных с коронавирусной инфекцией. Но этих коек уже не хватает, заявил руководитель информационного центра оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса Николай Ренц. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак молочной железы занимает лидирующую позицию среди онкологических заболеваний у женщин во всем мире. В России с этим диагнозом сталкиваются свыше 600 тысяч представительниц слабого пола. Как выявить и вылечить рак груди – ответы ведущих специалистов в репортаже Ольги Хомракуловой. Поздние роды, особенности женского цикла, возраст, избыточный вес, да и просто генетика – все это факторы риска рака груди. Ежегодно в Самарской области с этим заболеванием сталкиваются порядка 2000 человек. Однако медики заверяют, что на современных этапах развития медицины излечение болезни на ранней стадии возможно практически в 100% случаев. Ну, если говорить об России, то ежегодно заболевают более 60 тысяч человек относительно Самарского региона, то и около 2000 человек в Самарском регионе диагностируется. На базе нашего отделения хирургическое лечение проходит около 1200 человек. Выявить рак молочной железы можно с помощью УЗИ, КТ, МРТ и рентгеновского исследования. Недавно в Самарском онкодиспансере появился новый маммограф. Обычно пациенты направляются на скрининг исследований молочной железы, для того, чтобы выявить, есть ли опухоль. Большое узловое образование с нечеткими тяжистыми контурами. Уже видим, что молочная железа сама деформирована. Прореагировали лимфатические узлы. Ну, здесь сразу 100% ясно, что у пациентки рак молочной железы. Но есть симптомы, которые можно обнаружить самостоятельно. Безболезненное плотное образование, изменение формы молочной железы, чувство дискомфорта в груди. Так было у Алевтины Николаевны. Неудачное падение спровоцировало опасную болезнь. Ну, я быстро обратилась в свою поликлинику. Мне говорят, идите к онкологу. Я пошла к онкологу. Срочно в Самару. Здесь меня встретили нормально. А на второй день сделали сразу операцию. Даже если у вас нет симптомов, вызывающих опасения, говорят медики, после 40 лет надо посещать маммолога хотя бы раз в два года. А маммографию делать каждый год. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. В Самарской области уже 16,5 тысяч родителей получили подарок для новорожденного. Бокс о всем необходимым для первых месяцев жизни малыша вручают с 1 января прошлого года по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Акцию и подарок новорожденному продлили до конца 2023 года. Каждый набор «Наши сокровища» включает в себя средства гигиены, одежду для малыша, постельные принадлежности, фотоальбом. А сам бокс затем можно использовать как коробку под игрушки. С нашим атаманом не приходится тужить. В Самаре определили лучший казачий кадетский корпус страны. На финал смотра конкурса в город на Средней Волге приехали 10 коллективов из разных уголков России. На протяжении трех дней команды сражались за победу. Кто победил, узнала Мария Левина. Виктор Нормаев очарован казачеством с юных лет. После того, как в седьмом классе прочел роман «Тихий дом» Михаила Шолохова, решил поступать в казачий кадетский корпус. Начал готовиться тренировать физическую форму. И все получилось. Казак должен быть смелым, сильным и разносторонне развитым. В первую очередь для казака важна честь. Вместе с товарищами Виктор принял участие во всероссийском смотре конкурсе названия «Лучший казачий кадетский корпус». В течение нескольких дней 10 лучших команд страны сражались за победу. В Самару приехали кадеты из Краснодарского края, Московской, Кемеровской и Ростовской областей. Действительно, на протяжении трех дней лучшие кадетские казачьи корпуса соревновались между собой за звание стать лучшим в этом текущем 2021 году. Этот конкурс уже на протяжении нескольких лет проводится ежегодно, несмотря на все ограничения, пандемийные вещи. Мы надеемся, что эта традиция будет продолжаться. Уже сегодня видно, и это мы отчетливо связаем, результат этой работы. Вы возвращаетесь на свои места, в свои станицы, на свою родину, на свою землю и показываете, передаете опыт. Было видно, что каждая команда выкладывалась для того, чтобы представить свои казачьи кадетские корпуса. Действительно, шла хорошая, упорная казачья борьба. На Самарской земле гостей поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров. Хочу в первую очередь поблагодарить организаторов конкурса за принятое решение проведения финала конкурса здесь, на Самарской земле. Я рад поприветствовать всех кадетов, которые пробились в финал и уже с этим достижением вас можно поздравить. Вы проявили свои знания, свои духовные стержни для того, чтобы добиться этого результата. Глава региона наградил лучших. Третье место получили ребята из Ростовской области. Самара взяла серебро, а первыми стали кадеты из Краснодарского края. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Этой осенью в Самаре началась реконструкция века. В порядок приводят здание, которому уже более ста лет – хоральную синагогу на улице Садовой. Когда горожане увидят результаты, расскажем в сюжете. В начале 20 века в Самаре появилось уникальное здание в мавританском стиле – хоральная синагога. На тот момент она могла сравниться красотой лишь с синагогой в северной столице. В городе на Средней Волге строительство пришлось на экономический бум, когда в Самаре промышляли хлеботорговли и строили железную дорогу. На возведение места для молитвы ушло 50 тысяч рублей. Для сравнения, даже на уникальный особняк Курлиной в стиле модерна ушло 16 тысяч. Спонсорами постройки выступили еврейские купцы. Однако, своему прямому назначению здание прослужило недолго – лишь до 1928 года. Позже здесь располагались Дворец культуры и Хлебозавод. Сейчас, спустя десятки лет, в Самаре принялись исправлять ошибки. Проведены работы, самое главное, по демонтажу и приведению в первоначальный вид самого здания, каркаса здания. То есть, был демонтирован пристрой, который появился в советские годы. Восстановлен первоначальный вид стен за этим пристроен, восстановлена кладка, которая получила серьезное разрушение в связи с тем, что Хлебозавод – это достаточно сложное техническое предприятие. Здание Хоральной синагоги – это не только религиозное пристанище для еврейской общины, которое насчитывает несколько тысяч человек. Это еще и визитная карточка города – памятник архитектуры. Помимо реконструкции самого здания, важно позаботиться и о территории вокруг. Памятник архитектуры не может жить вне среды. То есть, если мы отреставрировали синагогу рядом ветхие дома, то он не раскроется. Мы должны принять меры к тому, чтобы реновировать окружающую застройку, подтянуть до этого уровня, создать среду, в которой комфортно жить, гулять и отдыхать. Десятки исторических зданий снова введены в культурный и, по сути, гражданский оборот. То есть, это те места, вокруг которых самарские жители всегда отличались своей креативностью, они отличались все-таки свободой нравов. Привести в порядок синагогу строители рассчитывают к 2023 году, когда Самарской синагоге исполнится 115 лет. Мария Левина, Сергей Баскин, События. Далее вас ждут новости экономики. С ними в студии Светлана Кудрявцева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. Кабинет министров рассмотрел проект закона о полноценной индексации пенсии работающим пенсионерам. Какое решение приняли? Власти снова выдали отрицательное заключение, но сначала о материальной помощи медработникам. На единовременные выплаты для медработников, которые помогают больным с коронавирусом, дополнительно выделят почти 3 миллиарда рублей. Такое решение приняли в федеральном правительстве в рамках указа президента. Всего в этом году на страховые выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу направили 12,5 миллиардов рублей. Новые транши из резервного фонда позволят в полном объеме обеспечить финансирование этой меры поддержки, объяснил председатель правительства Михаил Мишустин. Кабмин выдал отрицательное заключение на проект закона о полноценной индексации пенсий работающих пенсионеров. В заявлении указано, что проведение подобных мер требует дополнительных расходов. Однако не прописано, откуда планируется брать средства и в каком порядке. Власти уже трижды выдавали отрицательное заключение на подобные законопроекты. По данным счетной палаты, на 1 апреля этого года в России работают более 8,5 миллионов человек пенсионного возраста. Всего на территории страны проживают порядка 42,5 миллионов пенсионеров. При этом страховые пенсии неработающих пенсионеров с начала года проиндексировали на 6,3%. Таким образом, по официальным данным, средний размер выплаты вырос до 17 тысяч рублей. Кстати, после увольнения с работы пенсионер имеет право на перерасчет пенсии с учетом дополнительных выплат от государства. Как рассказали в ПФР, перерасчет происходит через три месяца. Например, гражданин уволился в августе. Следовательно, новый размер пенсии он получит в декабре с доплатой за три месяца. В пенсионном фонде отметили, что перерасчет выплат происходит автоматически. Поэтому самому пенсионеру никакие документы, подтверждающие уход с работы, предоставлять не надо. Сектор предоставления платных услуг населению в Самарской области продолжает активно восстанавливаться. По данным регионального Минэкономразвития, за семь месяцев этого года он вырос на 13,5% к аналогичному периоду прошлого года. Наибольший рост в секторе сфер пострадавших от пандемии. Услуги по туризму продемонстрировали рост на 80%, гостиничный бизнес на 70%, что значительно превышает средние темпы по стране. Летом по поручению губернатора Дмитрия Азарова приняли закон о предоставлении в этом и следующем годах ряду категорий предпринимателей льгот по налогам по упрощенной системе налогообложения. Так, ставка налога по ОСН доходы снижена с 6% до 2%, по ОСН доходы минус расходы с 15% до 5%. Принятый закон существенно снижает налоговую нагрузку в сферах культуры и туризма, общественного питания, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, СМИ, гостиничного бизнеса и других сфер, перечень которых утвержден на федеральном уровне. Сегодня в предпринимательском секторе региона занято более полумиллиона человек. В следующем году в России появится розовый цитрус. И это не экзотический фрукт, а лоукостер для перевозки пассажиров между российскими региональными центрами, минуя Москву и Санкт-Петербург. Необычные названия объясняют просто. В нем две составляющие – цит от английского «сити-город» и «Рус-Раша» – «Россия». Первые полеты запланированы на июль 2022 года. Самолеты будут розового цвета. Но это неудивительно, ведь принадлежит лоукостер авиакомпании, которая некогда удивила всех ярко-салатовыми самолетами. Официальный курс доллара на 24 сентября – 72 рубля и 72 копейки. Евро – 85 рублей и 20 копеек. Нефть марки «Бренд» – 75 долларов и 84 цента за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Россия с 5 октября возобновляет авиасообщения еще с пятью странами. Это Дания, Джибути, Новой Зеландия, Перу и Южноафриканская республика. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Также решено увеличить количество рейсов в Японию, Киргизию, Узбекистан, Бахрейн и Таджикистан. В частности, авиакомпании смогут летать в Испанский Тенерифе и в Индийский Гоа. В Самарскую область на несколько дней приехали мастера по беспарашютному десантированию из специальных подразделений Росгвардии со всего Париволжского округа. На базе регионального управления прошел учебно-методический сбор. Программа включала как теоретические занятия по десантной подготовке, так и обширную практику. Участники отрабатывали спуски с борта вертолета различными способами. Эвакуацию группы специального назначения после выполнения служебно-боевой задачи и другие элементы. После сборов спецназовцам предстоит передавать полученный опыт коллегам в своих регионах. На что мы обращаем внимание, это на организацию взаимодействия с экипажем воздушного судна. Потому что выпускающий обязан управлять воздушным средством при выходе на точку десантирования. Для этого, конечно, ему необходимо четкое понимание и взаимодействие с командиром экипажа. Спасибо водителям. В Самаре школьники вместе с сотрудниками госавтоинспекции в рамках недели безопасности дорожного движения поблагодарили автомобилистов за внимательность к юным пешеходам. Также дети вручили письма, в которых призвали водители соблюдать правила на дороге. Обо всем подробнее расскажет Никита Колосов. Житель Самары Вячеслав Большаков каждый день ездит на работу через пост ГИБДД на Московском шоссе. Сотрудники госавтоинспекции его останавливают нечасто. Но в этот раз, после проверки документов, инспектор попросил пройти вместе с ним. Увидев детей с плакатами, Вячеслав очень удивился. Как оказалось, школьники решили поблагодарить водителей за проявленное к ним внимание на дороге. Увидел, что дети собрались, поэтому было приятно даже подойти. Подарили вот такой буклетик, напоминание водителю. Всегда соблюдая, а тем более сейчас очень приятно, как и в войне. Участниками акции «Спасибо, водитель» стали учащиеся Самарской школы номер 68. Во время классного часа им объяснили обязанности пешехода при переходе проезжей части. Также школьникам предложили написать письмо водителям с благодарностью или просьбой быть внимательнее к юным пешеходам. На территории городского округа Самара зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 95 человек получили ранения различной степени тяжести. Погибших нет. Акция «Спасибо, водитель» проходит в рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения. По всей стране школьники вместе с сотрудниками госавтоинспекции проводят рейды, которые нацелены на повышение внимания водителей к детям на дороге. После летнего периода, когда дети отдохнули где-то за городом, не было автомобилей, некоторые позабыли уже и правила дорожного движения. Это как бы напоминание им самим, что необходимо это соблюдать. И у детей это все откладывается. На родительских собраниях мам и пап просят построить для детей безопасный маршрут от дома до школы и обратно, а также несколько раз пройти по нему с ребенком, чтобы объяснить, как правильно и безопасно добраться до места назначения. Никита Колосов, Николай Сидоров. События. В Самарской области возбудили уголовные дела по фактам летних пожаров в Борском районе. Одно из дел завели по факту отсутствия противопожарной опашки населенного пункта Гвардейца по статье «Халатность». Оно находится в Следственном комитете. Второе дело ведется отделом надзорной деятельности регионального управления МЧС по двум статьям. Уничтожение или повреждение чужого имущества, а также уничтожение и повреждение лесных насаждений. По данным источников, дела возбуждены по фактам без конкретных лиц. Напомним, в августе в Борском районе загорелась трава, огонь перекинулся на дома, в Гвардейцах сгорело 14 домов, в Немчанке – 16. Служебный пес помог раскрыть дело о краже. Жительница села Бестужевка Приволжского района обратилась в полицию после того, как ее частный дом обокрали. Забрали деньги и питание. Ущерб составил 7 тысяч рублей. Для поисков привлекли кинолога – старшего сержанта полиции Александра Логачева и собаку по кличке Один. Пес уже через полчаса привел к дому преступника. Мужчина сознался и сказал, что проник в дом, увидев, что хозяев там не было. Злоумышленнику грозит штраф, принудительные работы, либо лишение свободы. АвтоВАЗ будет поставлять машинокомплекты для сборки автомобилей в Эфиопию. На первом этапе планируется собирать по крупноузловому методу до 5 тысяч автомобилей в год. В дальнейшем выпуск нарастят в два раза, следует из сообщений пресс-службы эфиопской компании. В восточно-африканской стране намерены освоить всю гамму «Лады» – модели «Гранта», «Веста», «Эксрей», «Ларгус», «Нива Легенты», «Нива Тревел». В Самарской области прошла осенняя ярмарка самозанятых. Для жителей города – это возможность познакомиться с интересными самарскими брендами и приобрести товары ручной работы – украшения, игрушки, сладости, косметику и многое другое. Всего на осенней ярмарке были представлены 32 проекта самозанятых. За два дня работы ярмарку посетили более тысячи человек. До конца года пройдет еще один подобный маркет. Мужчины чаще, чем женщины, признаются в прокрастинации, то есть в откладывании дел до последнего. Чаще всего до лучших времен оставляют решение мелких жизненных и бытовых вопросов – учебу и дела на работе. Россияне поддаются прокрастинации, надеясь на наступление более благоприятного момента, либо по причине перегруженности. Женщины чаще, чем мужчины, прокрастинируют из-за страха потерпеть неудачу. 15 коллективов-победителей не только из 63-го региона, но и из других городов страны. В Самаре подвели итоги Всероссийского парафестиваля «Театр территория равных возможностей». Проект, зародившийся два года назад, призванный показать, на что способны люди, возможности которых принято считать ограниченными, получил поддержку правительства страны. Подробности в нашем сюжете. Театр территория равных возможностей! Однажды они решили жить вопреки стереотипам и стали победителями. В Самаре подвели итоги Всероссийского фестиваля «Театр территория равных возможностей». Он был создан в регионе два года назад по инициативе директора театра «Самарская площадь» Натальи Носовой и председателя Самарской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Инны Борель. Идею поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Наш губернатор слов на ветер не бросает. Из его легкой руки в этом году наш парафестиваль обрел статус всероссийский. В 2019 году фестиваль стал настоящим событием для людей с ограниченными возможностями здоровья. Идею его проведения поддержала министр культуры России Ольга Любимова. И сегодня проект реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». И, конечно же, эта идея сегодня буквально захватывает всех людей, которые просто неравнодушны к театру. Которые неравнодушны к тому, что искусство, творчество живет в каждом человеке. В этом году заявки на участие подали 56 коллективов не только из Самарской области, но и из других регионов. В числе участников творческие группы из Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Екатеринбурга, Хвалынска, Воронежа и Жевска. Показы спектаклей проходили на сценах театра «Самарская площадь» и «Самарского театра кукол». Все, что связано с инвалидами, почему-то считается, если спектакль, то инвалид для инвалида. Ничего подобного. Творчество наших ребят и взрослых, и детей такого качества, что любой зритель, придя на это мероприятие, получает очень большое удовольствие. Самое главное – стимул жить и дальше двигаться вперед. Среди победителей в разных номинациях – 8 коллективов из Самарской области и 7 из других городов. В номинации за талантливое создание образа мира непохожего человека победителем стал театр танца «Непохожий из Самары» со спектаклем «Я», который был представлен на закрытии фестиваля. Очень хочется отметить это повышенный интерес, который стал вообще проявляться к особым театрам, к инклюзивному творчеству, вообще к инклюзивной культуре. И то, что к нам сегодня, вчера, позавчера приезжали гости из других городов, это расширяет наши возможности и расширяет способности наших самарцев воспринимать особых актеров как полноценных членов общества и как полноценных представителей культуры как таковой. В планах организаторов привлечь к участию в фестивале «Новые города», как можно больше творческих людей, неравнодушных к театру. А чтобы это стало возможным, подать заявку на участие в конкурсе президентских культурных грантов на следующий год. Мэри Елчан, Виктория Шарая, События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok